Здравствуйте, любители сербской провинции! Прошло празднование Нового Года, приправленное запахами и звуками петард и ракет. И вот теперь время для праздника, который совершается в тишине, но от этого он становится еще более значимым. В нем нет места ни шуму, ни гаму, все замирает в ожидании. И, конечно, эти дни наполнены своими традициями в Сербии. Я расскажу о самых основных сторонах празднования Рождества Христова. Порядок празднования. Некоторые детали могут отличаться от села до села, но общее представление о традиции встречи Рождества вы будете иметь. Итак, сочельник или день накануне Рождества в Сербии называется Бадний дан. Дан – это день, а слово Бадний, Бадник происходит в названии одного вида дуба – Бадник. Его особенность в том, что листья, высыхая на оси, не опадают на землю, а остаются на ветвях, шелестя на ветру целую зиму. Поэтому одна из задач сочельника – это пойти в лес и срубить рождественское дерево, Бадник, и принести домой, поставить у порога, не внося в дом. Здесь он будет дожидаться своего часа. Параллельно существует еще одна задача – это приготовление поросенка на вертеле. Конечно, и веточки вадника, и мяса можно купить в магазине или на рынке, но все мои коллеги вокруг меня уже давно были озадачены вопросом, где купить поросенка на Рождество. Кто-то и сам откармливает. Но в целом, это две главные задачи сочельника – принести Бадник и приготовить поросенка. Конечно, ни в коем случае не следует за всеми этими обязанностями забывать о сути праздника. Традиции – это всего лишь традиции. Это украшение главного – сути праздника. Всегда по возможности следует посетить утреннюю службу сочельника, где уже ощущается то тихое и радостное приближение праздника. Ну что же, Бадник стоит у порога, поросен он приготовлен. Приближается время Таинства, свидетелями которого мы можем стать в церкви. А рядом с церковью уже установлен большой Бадник и приготовлены дрова для костра. Совсем немного до полночи люди выходят на крестный ход и дерево поджигают, символизируя желание согреть Спасителя-младенца в это холодное время. После крестного хода люди останавливаются у костра и слушают чтение Евангелия. И уже потом начинается праздничная литургия. Возвращаясь домой после церкви, люди вносят Бадник в дом. И Положайник – это один выбранный человек, ставит Бадник в печь или камин, немного вороша угли. Как здесь говорят «коли куварницы, то ли купарицы». Сколько искр, столько и денег. В селах, где еще сохраняются традиции, люди едят на балах соломы, установив их вместо стола. Я видел такое только один раз, это в начале моей жизни в Сербии. Конечно, напомню, что от региона до региона традиции меняются, но основное то, что объединяет всю православную Сербию, я уже рассказал. Да, и еще один момент. Рождественское поздравление при встрече звучит так – «Христос с Ироди» и ответ – «Воистину с Ироди». Нам это знакомо по аналогии с пасхальным приветствием, а переводится так – «Христос рождается, воистину рождаются». Мне очень хочется надеяться, что вам было интересно, и хоть немного, совсем чуть-чуть поможет вам окунуться в этот чудесный мир традиций и ощущения самого главного. Спаситель рождается, чтобы дать нам возможность сделать этот мир немножечко лучше, изменить себя в лучшую сторону, помогать другим, сделать жизнь человека рядом с тобой лучше. В это безумно непростое для всех нас, русскоговорящих людей, время постараемся помнить о самом главном, чтобы не плодить то второстепенное и злое, которое, к сожалению, очень часто владеет нами. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok